В Кирове 13.06. Это действительно программа «Особое мнение». Я Анна Лапшина. Еще раз приветствую слушателей и говорю здравствуйте. Гостью нашей студии Роману Титову, вице-спикеру законодательного собрания и координатору проекта «Чистая страна» в Кировской области. О том, что это за проект, мы сейчас поговорим чуть более подробно. Роман, добрый день. Здравствуйте. Приветствую всех в нашем заснеженном, но белом и красивом городе. Не могу отметить, что в этом году коммунальщики менее активно используют соль и песок. Особенно песок. Так надоевший всем. Особенно песок. И благодаря этому, благодаря переходу на реагенты, наш город необычно чист в эти февральские дни. Ну что ж, я напоминаю слушателям, что можно участвовать в нашем эфире посредством сайта эхо-киров. Короче, из формы анонсов вы можете задавать вопрос нашему гостю Роману Титову. А мы приступаем к нашей программе и начинаем, естественно, с темы мусора. Тема последних месяцев, которая довольно живо, активно обсуждается не только в нашем эфире, обсуждается и в других СМИ, обсуждается и в разговорах. Мало того, люди уже начали выходить на митинги. Митинги против мусорной реформы, митинги за сохранение экологии. Об этом мы тоже чуть позже поговорим. Но сначала все-таки давайте, Роман, поясним, что это за проект «Чистая страна». Он, я так понимаю, только-только появляется. Да, это новый федеральный проект, который возглавляет руководитель профильного комитета Госдумы, комитета по экологии Владимир Владимирович Бурматов. К проекту, хотя он был инициирован не так давно, буквально в начале зимы уже присоединилось порядка пяти сотен российских экологических организаций. Поддержка проекта очень большая. Его главная цель – это независимый общественный мониторинг хода реализации мусорной реформы. То есть это напрямую связанные вещи, да? Абсолютно связанные вещи. Но, наверное, вопрос не только в выявлении свалок, чем эффективно занимается тот же Народный фронт. Вопрос в комплексном подходе к мониторингу реализации проекта «Экология национальная». То есть это не только мусорная реформа, это и рекультивация свалок, полигонов, которые нам достались с прошлой поры, это очистка рек, это другие экологические инициативы. И вчера было приятно, был селектор первый, наверное, большой установочный по реализации проекта в регионах. В нем принял участие, помимо, собственно говоря, руководителя проекта, и министр природных ресурсов и экологии господин Кобылкин. И его вновь назначен заместитель господин Логинов, который курирует как раз мусорную реформу. Сразу по диалогу было понятно, что оценки федералами реализации этой реформы в регионах уже, скажем так, еще до начала полноценного мониторинга, они далеки от пятибалльных оценок. Ну, а о конкретике я, наверное, расскажу в процессе. Больше всего вчера, не могу, кстати, не отметить, досталось тем регионам, которые все же не перешли на новую систему отношений в сфере ТКО. Много таких регионов в стране? По-моему, порядка 16 регионов вчера на связь вызывали Ленинградскую область, Ставрополье, ряд национальных территорий, Республику Чечня, например. И в ходе разговора вдруг выяснялось, что те причины, которые субъекты называют для... Воправдания. Воправдания, ну, мягко говоря, не бьют. То есть вот Ленинградская область, пример. Оператор, понятно, кто есть. Полигоны есть, и люди говорят, ну, мы хотели взять немножко времени для того, чтобы вот там что-то дооснастить где-то, вот что-то там доналаживать. Может, они правы? Вместо того, чтобы нахрапом, бегом-бегом-бегом-бегом, вот как бы не было готово все делать? Вопрос в том, чтобы вот по таким оценкам определенным в ряде регионов мусорная реформа была отложена специально. То есть либо на конкурс зашел рекоператор, кого-то не устроил, либо идут какие-то вот разборки. А ряд регионов, например, перед Новым годом, их тоже понять можно, они взяли, резко снизили ниже обоснованных уже утвержденные тарифы, на услуги рекоператора и оператора, отказались просто работать на территории этих регионов. Причины везде разные, но в целом досталось больше тем, кто не перешел, чем тем, кто перешел там на новую систему. И наделал ошибок уже, да? И наделал ошибок, да. Интересные цифры звучали, там было пройдено социологическое исследование, 80% опрошенных по всем субъектам Российской Федерации абсолютно не проинформированы, несмотря на то, что нас заверяют, что идет каждодневная информационная работа, люди не проинформированы о том, что произойдет с момента, то есть что произошло 1 января, какие вот платежки, там люди не знают, что за это надо платить. Честно говоря, это показывает неудовлетворительную работу именно на местах по ходу реализации этой реформы. Мы, честно говоря, эту работу взяли на контроль, уже отправили письма региональному оператору, получили ответ. Мы хотим принимать участие активисты проекта «Чистая сторона», общественники, хотим принимать участие в тех встречах с населением, которые проводятся на местах, чтобы понять, они вообще проводятся, раз, как население реагирует и как население слышит тот же региональный оператор Купри. То есть встречи, которые организует региональный оператор именно? И муниципалитеты. И муниципалитеты, да. Очень важный момент, на котором вчера акцентировали внимание и министры природных ресурсов, и руководитель проекта «Чистая сторона» Владимир Владимирович Бурматов, это недопущение двойной оплаты за мусор. Что имеете в виду? Был проведен мониторинг. Пока по 45 субъектам Российской Федерации, Кировской области в их числе не было, просто потому что платежки за мусор у нас еще не поступили населению. А ряд регионов раньше перешел. И в 22 субъектах были выявлены факты двойной оплаты. То есть из платы за содержание общего имущества на квартирном доме мусора не убрали. И платежку за мусор еще отдельно принесли. Вот уровень риторики, который вчера был там на селекторе, а на нем присутствовали в том числе и представители наших региональных, да во всех регионах, курирующие заместители губернатора, министр был такой. Ребята, вам в кратчайшие сроки собрать информацию по всем управляющим компаниям субъекта на предмет обманывают они население или нет. Конечно, часть платы за мусор в этой платежке все равно останется, потому что у нас до сих пор то же содержание контейнера на площадке во дворе, оно останется в ведении управляющей компании. Но в остальном эта плата должна снизиться. Грубо говоря, если мы в Кирове в среднем платили с квадратного метра 3-3,5 рубля за мусор, это была оплата скрытая. Она была в клеточке за ремонт и содержание вот в этой строчке. Да-да-да, то рубль может быть остаться, но 2 рубля или 2 рубля 50 копеек, они должны уйти. Сразу вчера в ходе обсуждения, было такое живое обсуждение с регионом, мы столкнулись с тем, что очень сложно это все промониторить, потому что, казалось бы, должна этим заняться госжилинспекция. Но у нас есть такое жесткое законодательство о плановых и внеплановых проверках, что МГЖ может действовать только по заявлению граждан. То есть, если ГЖ вдруг начнет массово проверять управляющие компании, будут обращения в прокуратуру и проверки будут признаны необоснованными. Поэтому мы сейчас продумываем с коллегами по проекту, как организовать сбор информации от населения. То есть, нужно фактически 2 квитанции. То есть, квитанция декабрьская, квитанция январская. И по ним сразу будет видно, плата эта ушла или не ушла. Так, вот тут сразу же, раз речь уже идет о жителях, и буквально там несколько дней остается до того момента, когда нам всем эти квитанции принесут, от людей что-то требуется. То есть, люди должны взять декабрьскую квитанцию в руки, январскую квитанцию в руки, посмотреть, какая плата была в графе текущей ремонта содержания в декабре, в январе. И если эта плата не изменилась в сторону уменьшения, то они куда-то должны позвонить и сообщить об этом? Да, в ближайшие дни мы в СМИ разместим информацию о контактных телефонах, собственно говоря, прямой линии, по которой можно с этой информацией обращаться. Но здесь важен только один акцент. То есть, если по Кирову эта схема работает на 100%, то по районам были дома, в которых плата за мусор, она не была в договоре управления. Она была по отдельной квитанции с, собственно говоря, заключается отдельный договор с мусорщиками. Это было вне квартплаты. Но это уже мы разберемся, когда люди нам будут присылать свои платежки, там мы пройдем мониторинг на основе этого. Соответственно, федеральное руководство министерства сказало, что с теми регионами, с теми управляющими компаниями, которые, вопреки закону, плату за содержание не уменьшат, будут предельно жесткие разговоры, в том числе с мерами прокурорского реагирования. Это обязанность, а не право управляющей компании снизить плату за содержание общего имущества. Мы эту тему с вами поднимали, кстати, в эфире в новом году. Например, администрация города Кирова для домов, которые находятся либо без управления, либо под муниципальным управлением. Оно уже соответствующее решение приняло. То есть город здесь пошел, наверное, впереди всех, и в декабре уже этот мотив выверет. Сейчас посмотрим, как отработали по этой схеме другие муниципалитеты, по аналогичному жилому фонду. И если будут выявлены факты нарушений, я думаю, что они будут выявлены, и будут выявлены массовые, соответственно, будем работать с прокуратурой, потому что надо защищать интересы людей. Но, еще раз повторю, без инициативного обращения мы вряд ли... Руки связаны. По 75%... Ой, по 75% кировским управляющим компаниям мы вряд ли соберем информацию, потому что добровольно они, конечно, эту информацию не дадут. Да, ребят, мы тут не изменили плату, приходите к нам и наказывайте нас. Более того, некоторые пытаются проводить собрание, увеличивая даже эту плату. Уже попытки такие были. Они говорят, ну да, мусор-то уйдет, но там ремонт подорожал, еще что-то. И просто людей, извините за выражение, разводят на рост квартала, хотя она точно должна снижаться. Роман Титов в нашей студии, вице-спикер ЗАГС Собрания, координатор проекта «Чистая страна» в Кировской области. У нас сейчас небольшой перерыв, и мы вернемся, и все-таки по теме мусора еще немного поговорим. Продолжаем с Романом Титовым, нашим гостям программы «Особое мнение» обсуждать мусорную реформу, очередные новации нововведения. Проект «Чистая страна» запустили в России. Я так понимаю, что вчера, на вчерашнем селекторе поднимались еще вопросы, не только связанные с контролем, но и связанные с изменением тарифа. Вопрос двойной даже, потому что вопрос тарифа – это не вопрос платы граждан. То есть тариф утверждается у нас на кубометр, а дальше он с помощью нормативов пересчитывается либо для граждан, либо для разных видов предприятий и организаций. И коллеги из проекта «Чистая страна» провели мониторинг уже по всем субъектам, включая Кировскую область, и выявили очень интересные вещи, что вот эти нормативы, на которые умножается тариф, и делится потом на 12 месяцев, получается ежемесячная оплата, по бизнесу, по разным видам, это не только бизнес, это и соцсфера, например, это и поликлиники, и библиотеки, и стадионы, и дома культуры. Так вот норматив по разным видам хозяйств субъектов отличается от субъекта к субъекту в 500 раз. То есть это берем самое низкое значение в субъекте Российской Федерации, и по этому же нормативу, по этому же виду предприятий, самое высокое, 500 раз. Нормативы накопления, которые непосредственно влияют на плату граждан, то есть это многоквартирные жилые дома, это частный жилой фонд, они от региона к региону отличаются в 20-30 раз. То есть возникает странное ощущение, что у нас жители одного региона мусорят в 20 раз больше, либо меньше, чем жители другого региона. А посетители социальных, в том числе, учреждений, где-то и в 500 раз больше мусорят? Это просто какая-то вопиющая история, потому что, например, у нас есть норматив по стадионам, который считается с места, но мы прекрасно понимаем, что многие стадионы зимой не работают, либо там на коньках катаются, а не футбольные болельщики пьют пиво и закусывают чипсы. И откуда там взялись эти совершенно космические нормативы, могу сказать, они взялись во многих регионах, это честно было сказано, методом полпалец потолок, то есть взяли, сравнили у соседей, поделили, помножили и получили некий там усредительный норматив, хотя обязаны были провести исследование, реально определить, сколько этого мусора образуется по разным видам хозяйственных субъектов. В итоге получаем, что бизнес и предприятия культуры вынуждены там выходить на тяжелые переговоры с региональным оператором, договариваться об уменьшении платы за этот мусор. Если вернуться к тарифу, то уже сделано коллегами по проекту «Чистая страна» обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой проверить обоснованность формирования тарифов на твердые коммунальные отходы во всех субъектах Российской Федерации. То есть мы и так ждем на следующей неделе проверку ФАС, которая будет проверять два тарифа, а не один. Будет проверять тариф, законность утверждения тарифа на твердые коммунальные отходы в Кировской области и будет проверять тарифы Т+. На тепло. Да, на тепло. То есть вот такой акцентик там, это, по-моему, не сильно где-то звучало. Но параллельно будет Генеральная прокуратура проводить проверку тарифов всех субъектов, потому что есть факты, скажем так, введения в тариф необоснованных затрат региональных операторов, всякая химия, которая позволяет увеличить нагрузку населения. Соответственно, если выявить эти факты, то нагрузку на население можно снизить. Пока по Кировской области конкретики нет никак. Пока по Кировской области конкретики нет. То есть те материалы, которые имеются в нашем распоряжении, пока не позволяют судить о обоснованности или необоснованности. Думаю, что информацию мы с коллегами-общественниками получим в ходе, сразу после начала работы, создаваемой при региональном операторе группы общественного контроля, создание которой поддержал и губернатор. Первый вопрос Юрий Лемензон предложил как раз именно по обоснованности формирования тарифа поднять в Кировскую область. Ну, то есть параллельные общественники и компетентные органы будут проводить проверку этого тарифа. Соответственно... Когда это случится? Когда результаты мы получим? В начале марта месяца. В начале марта? Да, в начале марта месяца. До марта ничего не меняется. Для граждан Кирова, Кировской области мы платим по тем платежкам, которые нам скоро принесут. Да. Что возможно потом? У нас в регионе сейчас, я сразу, да, Роман, наточню, идут разговоры, я так понимаю, что доносятся какие-то, может быть, даже сведения вот из соседнего здания, из серого дома так называемого, о том, что, возможно, схема оплаты для населения будет пересмотрена. Я напомню, да, что в Кирове и в Кирово-Чапецке это оплата с квадратного метра, в населенных пунктах других, в области это оплата с человека. Некоторые регионы переходят сейчас, меняют эту систему. Вопрос в том, что такие замены туда-сюда невозможны в ситуации, когда нет абсолютно стопроцентной уверенности в обоснованности либо того, либо другого тарифа. И в связи с этим очень правильные мысли начали звучать из Федерального министерства природных ресурсов, точнее, первый их озвучил на встрече с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, курюющим за предправительство Городеев. Это необходимость отказаться, ну, то есть постепенно, от людей или квадратов, от тонн кубометров или чего-то там еще, и перейти к оплате твердокоммунальных отходов по факту. Вчера эта тема тоже прозвучала на нашем совещании. В течение месяца федералы подготовят нормативную базу, которая позволит регионам ввести пока на усмотрение регионов еще один вид оплаты мусора по факту. То есть пока сложно говорить, что, ну, то есть, сколько образовали, за столько и заплатили. Конечно, возникает вопрос подсчета. В чем будем мерять? Единицы, как я уже сказал, сегодня они у одних тонна, у одних кубометров отходов, точнее, весит 200 килограмм, у других 250 на другой территории. Третьи меряют там в каких-то других единицах. То есть я надеюсь, что в течение месяца Министерство природных ресурсов России разработает всю нормативку и поведет всю отрасль к единому знаменателю. Оплата по факту, вот сам встречался с населением Порошина, с населением, там, населениям пунктов Слободского района, люди за факт. Они прекрасно понимают, что в случае факта они, возможно, кто-то даже будет больше платить, возможно, кто-то будет платить меньше. Но это будет вот абсолютно... Это будет справедливо. Не вызывающая вопросов-то форма оплаты. Еще один интересный момент звучал, точнее, вначале были озвучены показатели, что к 2024 году 36% отходов в Российской Федерации должны утилизироваться и 60% должны обрабатываться, то есть заходить на мусоросортировочные заводы. Обрабатываться или перерабатывать? Обрабатываться. И 36%, то есть обрабатываются 60%, 36% утилизироваются, то есть захораниваются или уничтожаются. То есть, соответственно, обработка, ну, огромный процент, да. Для этого планируют построить 95 комплексов по уничтожению Российской Федерации отходов, ну, разное, там, термохимическое, иные, там, формы, компостеры, там, промышленные. И 200 сортировок планируется построить на средства федерального бюджета. И очень важно и правильно мысль прозвучала, давайте там честно признаем, у нас наша территориальная схема, она абсолютно заточена под полигоны, то есть под захоронениями. Переработки не подразумевается. Что так-то неправильно, и к лету мы должны привести эту схему в соответствии с требованиями закона и провести общественное слушание широкие, и переработка там должна, разделе сбора должен появиться в этой террасхеме. О чем говорит федеральное министерство? Пока, наверное, так робко, то есть оно говорит о том, что отходы должны сортироваться на две фракции. То есть это мокрые, ну, грубо говоря, биологические отходы, биологические, это органические? Пищевой мусор, да, органические, не то слово. Биологические отходы, другая категория, это мы про нее не говорим, да. Это домашние остатки пищи, грубо говоря, да. И сухие отходы, так называемые, то есть это отходы, которые должны идти на переработку. Это PET-тара, это стекло, это картон, это упаковка и прочее, прочее. Так вот, по самой пессимистичной оценке министерства, люди, которые сортируют отходы и сдают сухие отходы, должны быть освобождены. Из тарифа должна уйти плата за негативное воздействие на окружающую среду. А как максимум, об этом тоже говорил курирующий вице-премьер, эти отходы вообще должны бесплатно собираться у населения, соответственно, плата должна быть уменьшена, поскольку они пойдут в переработку, это деньги, которые будут работать. Я вообще не могу себе представить, каким образом будет отстроена эта схема. То есть, как будут контролировать, ладно там, если эта система выстроится по приему вот этих органических отходов, тогда понятно, что ты можешь сдавать, но как будут контролировать твой остальной весь мусор, как будут учитывать, сколько ты сдал? Очень просто. Ну, это просто и сложно. То есть, товарищ собственников жилья принимает решение общим собранием, что мы переходим на раздельный сбор отходов. То есть, появляется во дворе два вида контейнеров, то есть, для мокрых, для сухих. Соответственно, отходы, которые, ну, мокрые, которые идут на свалку, они оплачиваются по тарифу, по отдельному, там, некому. Отходы сухие, которые идут в переработку, они оплачиваются либо в меньшем объеме, либо вообще не оплачиваются, поскольку идут в переработку. Правда, у нас пока на территории области почти нет переработки, но речь идет вот, ну, о такой, о долгосрочной перспективе. Казалось бы, долгосрочной, но в течение года это прямое указание федерального центра, там, в регион должны переходить на раздельный сбор по двум фракциям. В таком случае, я вообще с трудом себе представляю, у нас везде поставили одинаковый совершенно контейнер, на них вот бумажки приклеят, да, что здесь такой мусор, а здесь такой мусор, или как это будет? Я уверен в том, что вот организацией этого перехода будет заниматься вновь созданная федеральная экологическая компания, ну, то есть, вот этот федеральный оператор, федеральный оператор, так называемый, который будет координировать переход на раздельный сбор отходов Российской Федерации, и, собственно говоря, через него будут идти, это отдельно звучало, и определенные финансовые трансферты в регионы на оборудование этих площадок, на строительство этой отрасли, вот, и одновременно за ним будет координирующая история, то есть, он будет координировать как реализацию террасхемных корректировку, так и работу региональных операторов, то есть, это такой надзорный орган в том числе, то есть, в течение двух недель он будет полноценно учрежден и начнет работать. В течение двух недель, начиная с сегодняшнего дня? Начиная с сегодняшнего дня, федеральный оператор должен быть создан. конечно, когда мы сидели с коллегами из правительства на этом селекторе, у них много было вопросов и даже много, может быть, недоумений, отчасти негодования, но я считаю так, что задачу поставлю, надо их реализовывать, потому что в результате плата для населения должна снизиться. Ну вот у меня ощущение такое, что в итоге все эти неразберихи как бы не случилось обратного, как бы не выросла еще эта плата, потому что причину-то поднять на идут, скажут, нам надо закупать новые контейнеры, нам надо увозить их с одного места перевозить на другое, бензин дорожает. Со следующего года, то есть, вот у нас сейчас первый период тарифного регулирования, то есть, тариф, его повышение не регулируется никак. Вот с следующего года это будет 4%, как и на иные коммунальные услуги, там, тут концессии никаких нет, то есть, соответственно, там будут жесткие тарифные ножницы. И плату повысить там произвольно просто никто не даст. Конечно, у региона вопросы, где им взять деньги на все это веселье, у нас еще контейнерные площадки там, мы видим, какой ужас, там, униципалитеты из веток там и досок сбивают эти контейнерные площадки там, но федерация сказала, что будет помогать. Главное здесь вспышку не прозевать и вовремя направить заявки на финансирование. Но, в целом, скажем так, мне вот понравилось, что впервые, наверное, там, на мероприятии общественные, которые там было с критикой, собственно говоря, там, начало этой мусорной реформы, пришло там к руководству министерства, и они эту критику там выслушивали, даже в многих местах поддерживали. То есть, это здорово, что есть контакт, то есть, не просто будем обмениваться там ударами, там, через СМИ, есть там полное понимание, что надо идти, вопрос в том, что отдельные шаги там точно и у вас, и у меня вызывают вопросы, значит, будем там следить за реализацией. В общем, вопросов много, про тему мусора, конечно, можно говорить бесконечно, как мне кажется, и будем мы к ней еще обращаться. Роман Титов в нашей студии, координатор проекта «Чистая страна» в Кировской области, вице-спикер законодательного собрания. У нас впереди реклама, и уже, наверное, вернемся с другими темами. Продолжаем разговор с Романом Титовым, координатором проекта «Чистая страна» в Кировской области, вице-спикером законодательного собрания. От тему мусора все-таки мы не отойдем совсем. У нас есть еще пара минут, пара секунд. Да, два коротких момента. Две коротких, наверное, новости и примечания. Во-первых, регионы обязали просто принять законодательство о льготах для региональных льготников по оплате мусора. Могу сказать, что мы будем рассматривать на сессии ЗАГС Собрания уже в феврале эту инициативу. То есть мы здесь с октября работу провели и льготы эти регионально устанавливали. То есть речь идет о том, о чем говорилось, что это коммунальная услуга и на нее имеют право на скидку. Магодетные, малообеспеченные граждане, ветераны труда и жертв политических репрессий, то есть это региональные льготники, все они льготу получат, причем получат, как и говорили, с 1 января. То есть она на платежке январских спстраниц. Второй момент, который коллеги озвучили, он был просто, как говорится, в масть нашему региону. Напомню, мы сегодня жители Кирова на квартирных домах и жители пригородов частных домов платим одинаково с квадрата. Федеральное руководство четко сказало, должны быть утверждены раздельные нормативы накопления, а значит разная плата граждан для людей, проживающих в частном жилом фонде и на квартирных домах. Вне зависимости от того, Киров это или область? Вне зависимости от того, Киров это или область, очевидно, что люди в частных домах мусор сжигают либо его утилизируют, у них эти объемы просто меньше, да и вывозится у них реже. В какие сроки это произойдет? Это должно быть сделано до конца марта. До конца марта? Да, вопрос дальше как бы как наложится это на тарифное регулирование, то есть потому что нам придется менять параметры взаимоотношений с тем же Купритом, это не очень пока там ясно юридически как сделать, но четкая установка пошла и она нам в тему. До конца марта жители частных домов административно до конца марта регион должен проработать эту историю и начать ее решение, скажем так. То есть не факт, что в апреле они получат уже какие-то новые платежки, может быть это затянется? Не факт, не факт. То есть здесь вопрос в том, ну юридическая сторона, вопрос соглашения с рекоператором, то что это будет сделано в достаточно короткие сроки, это однозначно. Достаточно короткие сроки это до конца года? Да. До конца года. Говорит Роман Титов, координатор проекта «Чистая страна» в Кировской области. Ну и еще пару тем, я думаю, что мы успеем обсудить. Десять минут у нас есть. Судьба Кировского большого трамплина. Обсуждается с прошлой недели эта история, когда в очередной раз устами заместителя главы городадминистрации Ларисы Копысовой сначала было озвучено, что трамплин видимо все-таки придется сносить, потому что слишком дорого обойдется и его консервация, и его тем более реконструкция с возможным дальнейшим использованием. У города таких денег нет. Затем Илья Шульгин, глава администрации, сказал, что нет, ну все-таки мы еще подумаем. И в понедельник была встреча большая с представителями и спортивной общественности, и общественности, и городской администрации, где решали все-таки, что делать. И я так понимаю, что решение там было принято, несколько решений. Первое касается небольших трамплинов К-20 и К-40. На них, на их переоборудование, их содержание, там их какой-то ремонт средства. Илья Шульгин обещал найти, вчера мы выяснили, что это порядка 8 миллионов рублей. По большому трамплину вопросы остаются. Я так понимаю, что склоняются все-таки к мнению, его каким-то образом законсервировать, не использовать, может быть, пока, но хотя бы законсервировать и сохранить как такую важную деталь городского ландшафта. Что, Роман, вы думаете, сохранять, не сохранять? Насколько рентабельно? Вот, к своему удивлению и к удивлению того же Ильи Вячеслава Шульгина мы услышали на встрече, в том числе с представителями организации, которая из года в год обследовала и много раз уже этот трамплин ремонтировала. Ветровий, да? Ветровий. Совершенно противоречивые высказывания. То есть казнить нельзя помиловать, называется. Где-то написано, что трамплин аварийный, и он не подлежит ремонту. Где-то написано, что его ремонтировать можно, и это звучало. То есть, когда стали выяснять, зачем вы, коллеги, тогда написали, что он аварийный, потому что на основании этого достаточно уполномоченные городские чиновники и областные начали делать заявление о том, что раз аварийный, давайте снесем. Зачем вы это сказали? Ну, чтобы привлечь внимание к теме. Привлекли внимание, мало не покажется. То есть, в итоге мы на сегодня абсолютно не понимаем реальное техническое состояние трамплина, потому что инструментального полноценного обследования не проводилось. Но будет, как я понимаю. Да, лазали альпинисты, фотографировали узлы, и даже сейчас оказалось непонятно, за чьи деньги эти узлы проваривают, не имея лицензии на строительную работу и прочее. Но это оставим за рамками. То есть, мы не понимаем реальное состояние узлов этого трамплина, и город готов профинансировать работы по его оценке. По обследованию. По обследованию, да. И определению дальнейших перспектив его использования. Если говорить о консервации, которую предлагали представители спортивных школ, ну, то есть, сохранить до лучших времен. Здесь ключевая проблема в том, что если трамплин консервировать, его нельзя использовать совсем никак будет. Даже как спортивный объект для проведения соревнований по ледолазанию, то есть, ледолазание у нас получается, а это такой опорный, один из опорных для региона видов спорта современных, он остается без площадки. То есть, для того, чтобы ледолазание могло на трамплине работать, там, альпинисты тренироваться, необходимо по меньшей мере сохранять трех пролетов этого трамплина, сооружения. Строительство новой сосульки вот с нуля, а это мы понимаем не просто фирма, а это серьезный объект, это порядка 38 миллионов рублей, что явно выше стоимости ремонтных работ по трамплину. То есть, убрав трамплин, мы, оказалось, рискуем потерять и сосульку вместе с ледолазанием, что позволить себе нельзя. Поэтому сейчас будет оцениваться уже инструментально по конкурсу независимой, незаинтересованной организации состояния трамплина, и с представителями общественности будет обсуждаться именно его дальнейшее использование. Хорошо, что по малым трамплинам решение принято, потому что они находятся в бедовом состоянии, на них фактически не используются, а наши лыжники ездят на трамплины в Чайковском, в Сочи, ну, на другие там площадки. Те объекты, которые работают сейчас? Да, на те объекты, которые работают. Но тоже там было определенным открытием, что даже после ремонта, ну, то есть если на эти деньги, на полноценный ремонт трамплина и возвращение его там не как сосульки, а как площадки для прыжков, то он все равно не будет соответствовать требованиям Международной Федерации, соревнования на нем проводить все равно будет нельзя. А тренироваться можно? Тренироваться можно, да. Там надо будет выводить углы, профили там соответствующие, но вот по меньшей мере, как сосульку, точно надо найти основание и, если позволить конструкцию, трамплин сохранить. В общем, ваше мнение, что если получается его хоть как-то использовать, вот этот остров трамплина, да, если даже не ремонтировать, его все равно надо сохранять, чтобы наши ледолазы не потеряли свою площадку. Да, и здесь вопрос, вот это мое личное мнение, наверное, особое мнение, да. Это вопрос именно в ледолазании, потому что, ну, как бы мы не хотели, прыжки с лыжами все равно не являются для региона, ну, массовым видом спорта. Вчера нам называли цифру 25 спортсменов. Малый день тренируется, у нас есть лыжники беговые профессиональные, там на одну стоимость прыжковых лыж можно всю команду оснастить современными беговыми лыжами, то есть, но это, давайте уберем даже из рассмотрения, вопрос именно в сохранении трамплина как знакового объекта и как опорной площадки для треневых ледолазаний и малых трамплинов для именно профессионалов в сфере прыжков. Еще вопрос такой уточняющий, все-таки, если будет принято решение его сохранять, да, ремонтировать каким-то образом, чтобы поддерживать в состоянии доступном для проведения спортивных соревнований, средства должен выделять городской бюджет или мы должны каким-то образом подключать региональный бюджет, федеральные программы, это возможно вообще? Региональный бюджет вряд ли, поскольку и школа, и объект, они в муниципальной собственности здесь будет, ну, в чистом виде не целевка, если только не организовывать какие-то вот, ну, там, перечисления в городскую казну. Вчера, точнее, не вчера, в понедельник на собрании звучали предложения в том числе о том, что есть спонсоры определенные, которые хотели бы либо там часть объекта, либо объект взять в эксплуатацию. Я думаю, когда поймем, сколько это будет стоить, станут понятно, и вот дальнейшие шаги, в том числе по привлечению спонсоров, потому что сегодня не подо что привлекать, мы не знаем состояние объекта. Да, можно его оставить или надо все-таки сносить. Роман Титов, в нашей студии еще один вопрос, административная реформа, о которой так много говорят и о которой дважды на прошлой неделе говорил глава региона Игорь Васильев на своей пресс-конференции, он сказал какую-то такую странную вещь, которую журналисты поняли так, административной реформы не будет. Что мы понимаем под административной реформой, это разделение функций губернатора и председателя правительства Кировской области, которые сейчас совмещены, и обе эти должности у нас совмещает Игорь Васильев. Журналисты из пресс-конференции губернатора, которая проходила здесь, поняли так, такого не будет. Будет некая новая единица в областном правительстве, которая возьмет на себя функцию управления всеми остальными единицами. Тем не менее, в интерфьюре новости Игорь Васильев эту вот самую единицу, как я понимаю, называет все-таки председателем правительства. Я смотрел внимательно пресс-конференцию губернатора и потом очень удивился, когда увидел публикации в СМИ о том, что этого не было, потому что я услышал губернатора именно так, что это не какая-то великая административная реформа, а это некий рабочий процесс. Так это я и понимаю на сегодняшний момент. Скажу сразу, что у нас пока проекты соответствующих изменений в законодательство не поступают. Это через законодательное собрание должно проходить. Конечно, да. И только когда они поступят, мы сможем говорить о определенных контурах этих изменений. Но в целом, как я понимаю, председатель правительства будет выполнять роль руководителя, скажем так, глобального проектного офиса. То есть все министерства, они будут объединены по нацпроектам их 12, соответственно, в ежедневном режиме должен быть человек, который будет координировать их работу. Это будет председатель правительства. Губернатор по-прежнему будет являться высшим ложечным регионом, будет заниматься и этой работой, координируя там свои взаимоотношения с председателем правительства, который будет перед губернатором отчитываться. И одновременно занимаясь тем, что Игорь Владимирович получается, на мой взгляд, отлично, это привлечение федеральных средств в Кировскую область. Поэтому я бы даже не назвал это административной реформой или разделением полномочий. Нет, это определенное переформатирование по те задачи, которые федеральный центр на сегодня ставит. Это не то разделение, которое в ряде субъектов есть. Я правильно понимаю, что это просто даст больше полномочий председателю правительства, то есть он сможет требовать с каждого министерства, с каждого заместителя большего, чем может требовать сейчас, например, первый заместитель губернатора? Именно так. То есть вряд ли это можно назвать вот какой-то радикальной реформой. Это определенное перераспределение координирующих полномочий при том сохранении ответственных лиц, которые сегодня есть в регионе. Я считаю, там это абсолютно обоснованно, но еще раз повторюсь, тут точно комментировать сможем только после того, как нам поступят соответствующие проекты законов. Мы где увидим структуру, радикально она меняется, не радикально, как выстроено подчинение, пока этого нет, как только будет, сразу сможем говорить. Роман, а информация есть, когда примерно поступят эти документы? Ну, раз уж это в публичное поле вышло, надо полагать, что времени до этого момента не очень долго. Раз уж это вышло в публичное поле, видимо, эти, соответственно, изменения, там, то есть в феврале их можно вносить до 18 февраля, к нашему регламенту законодательного собрания. Если до 18 февраля они не вносятся, соответственно, тема уходит на март. Вот так вот, может быть, уклончиво скажу, но просто люблю говорить всегда, когда есть фактура, которую можно обсудить. Потому что я на сегодняшний момент тоже предполагаю, там, и в том числе по результатам общения с коллегами по зданию. То есть либо февраль, либо март. Либо март, либо апрель, это же вопрос инициатора, там, зак инициативы выходим не мы. Понятно. Роман Титов, вице-спикер законодательного собрания, координатор проекта «Чистая страна» был в нашем эфире в программе «Особое мнение». На этом мы прощаемся. Гостя благодарю. Роман, спасибо. Я научена со слушателями прощаюсь. Спасибо.